Здравствуйте, добрый день, ой, вернее, вечер. Приветствую всех на OneStreetOnline, как слышно, раз, два, три. Так, слышно, да? Новости, которые ждут нас на следующей неделе. Начнем сразу с новостей. Близится экспирация, совсем скоро многие общительственные контракты будут заканчивать свою деятельность. И будут июньские контракты уже, ну, числа где-то с 8, сразу после 8 марта, на следующей неделе в праздник. Так, что в среду, 8 марта, будет женский день. Заранее поздравляю трейдеров, которые хрупкие женские создания, в общем, с 8 марта наступающих. Много цветов вам подарят. Так, по событиям из важных в четверг, решение по процентной ставке по евросектору. Сейчас она нулевая, и ожидают прогноз, ну, что не изменится процентная ставка. Вот, и это будет, может быть, даже таким коварным моментом, если она, ну, вдруг изменится. То есть, ожидание ожиданиями, а факт будет. Значит, об этом вы узнаете в четверг, 15.45 по Москве. В Японии, ВВП четвертый квартал, это будет ночью в среду, почти в 3 часа ночи. И сальдо торгового баланса по Китаю в 5 утра, тоже в среду, 8 марта. Дальше, из еще важных, это в пятницу, 10 марта, в 16.30 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. А это отчет будет, и, в общем, уровень безработицы тоже на открытии биржи. Ну, на самом деле, следующая неделя будет такая, достаточно спокойная, кроме вот процентной ставки и пресс-конференции ЕЦБ в четверг. В общем, весь удар идет на 8 марта, там праздник, и, в общем, неделя будет спокойная. Из торговых моментов, ну, последние две недели перед экспирацией, по таким контрактам, которые по 3 месяца торгуются, в принципе, все выходят, в основном, особенно долгосрочные участники, и вряд ли будут особо размещаться при скорейшей экспирации, вот, поэтому подготовка уже к июньскому контракту идет, и начнем с S&P. Так, вот об этом сказал, и об этом сказал. Так, поехали. Был... Здравствуйте. Один из сценариев, который мы планировали, почти завершен, но, правда, за... Чуть-чуть дольше это все происходило, понравилась мне вот эта вот торговая сессия первого числа, и... Давайте посмотрим, ликвидность какая была среточена, более 2 миллионов оборотов, и вчера 1 миллион 700. Соответственно, дельта 48 тонн и 17 вчера, сегодня ближе к 8 с половиной. Еще, правда, торгуются по S&P торговая сессия, еще могут немножко добавить, но, по сути, как бы, активность и ликвидность тут присутствуют. Две такие повышенные ликвидность торговой сессии, открытый интерес был 2 числа, то есть, открытие, на самом деле, сделок было вот 2 числа, 1 немножко сбросили, ребят. Но, не критический, то есть, с учетом того, что... С учетом того, что ближе к экспирации, открытый интерес будет, ну, из-за сезонности, попросту, сам по себе уменьшаться, и... Это стоит учитывать при анализе открытого интереса. Так, 2359 по 2364. Это вот ближайшая массивность. Еще с той недели сформировали. Пока мы отметим ее в качестве возможного уровня поддержки, и... Ну, пока ее не пробьют с селлеров, есть вполне шансы закрепиться на... В районе 2364 по 2400. Пока корректируется, но как-то очень медленно это все происходит, вполне очень коварно как-то... Есть ощущение, так как оборот 2 миллиона, а дельта на стороне байеров. И... Возврат обратно тоже, такое себе, по дельте. Но, уровни, которые сформированы, их обязательно выделим. Это вот эти 2385. Мы на 15-минутном таймфрейме сейчас их выделим более точно. И вот эти ребята 2396, которые на макушке там разместили. Так... 2395 по 2396. Покупать с учетом того, что на следующей неделе потихоньку начнут переходить, а вот с 13-го числа уже начнется общий переход по СНП на новый единицкий контракт. Тут будет падать и открытый интерес, особенно после 8-го числа, и ликвидность начнет затухать. Если, конечно, в четверг Евро... Центробанк не поменяет порционную ставку в любом из направлений. Раз, два, три. Как звука нет? Есть звук или нет? Вы меня пугаете. 10 минут рассказываю. Уровни показываю, звука нет. Так... В общем, все внимание на этот массив. И пока будут болтаться выше и не пробьют, есть еще вполне шансы... Ну, по крайней мере, до экспирации. Под волатильность на Евроцентробанке могут качнуть и даже сбросить байеров, которые были в последнее время вот на той неделе и, в принципе, вот первые числа, которые были, размещались. Давайте посмотрим на меньшее таймфрейме, на 15-минутном. Из, кстати, интересных новостей по поводу платформы... Если у вас на ПК стоит операционная среда Windows XP, то 13 марта мы не сможем поддерживать работу непосредственно для XP. По идее, в принципе, уже давно никто не использует XP в Windows и желательно поставить операционку для Windows выше 7-ки. Вот. Так что 13 марта не удивляйтесь, если вдруг не будет работать платформа. Также добавлена функция такой вот небольшой статистики, которую можно при наведении на классеры получать такую стандартную базовую статуу. Вот. Полезно, особенно при разработке стратегии, при подготовке к друговой сессии. Достаточно... Возможно, список будет больше. Чуть попозже добавим стату более широкого формата и, возможно, даже настройки. Ещё самое важное – это отключение алёртов, которые выставлены, допустим, и вы хотите моментально отключить их в MarketWatch, заходите в Setup. Сейчас вам покажу. Вот. Stop all alerts. Все алёрты по объёму, по ценам, либо вообще отключить все алёрты. То есть вот здесь вы быстренько можете это всё сделать. По себе знаю, когда много модулей открыто, и на каждом из них алёрты выставлены. Иногда это нужно. В дальнейшем будет целый пульт управления всеми алёртами на одном модуле. Так, уберём целью линию и поставим уже более свежую. Сейчас пишется приложение, будет для Android, будет для iOS. Так что, сам жду. В планах приложение будет синхронизироваться с базовой платформой, которая на ПК стоит. И фактически вы сможете установить определённые фильтры, алёрты, и синхронизация будет по интернету. На приложении вы будете видеть ту информацию, которую вам нужно, либо получить алёрты какие-нибудь. Приложение будет развиваться, пока вот только появится, сразу начнём тестировать его с вами. И пожелания, какие возможно есть, пишите, чего бы хотелось в приложении. Увидеть такие функции, настройки. В первую очередь, это уведомления на определённые алёрты, состояние торгового счёта и так далее. Графики. Так, это уровень поддержки, который 28-го набрали достаточно много ликвидности. И вот эти локейшн сопротивления 23-93-75 и 23-95. И макушка 97-75 по 99-25. Это сопротивление. Также сопротивление, вот у нас есть 91-ю, поставим 2-го ранга. И также хотел бы обратить ваше внимание на вот этот массив, который набрали селлеры коварно, прямо на минимуме дня, там, где начинают более уверенно вести себя байеры. И вот они, собственно, и контролируют пока этот уровень. Возьмите на всякий случай, пока его боятся. В общем, покупатели сегодня протестили этот коридор. И сессия достаточно флэтовая в плане, ну, по отношению к волатильности, которая была вот в первое число. Не хотят даже уходить ниже Европы, что, в принципе, может завершиться снова повторным движением на бай. Вполне может быть такое. Ядро, основное ядро торговой недели у нас на 66-62. Вот. Ну и поддержку в 62-64 тоже зафиксируйте. Так. Вот это есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Слабый показатель, хоть последние часы идут покупки, вот 3 числа с 11 часов час, потом в 15.00 и в 17.00, вот эти вот подсвеченные часы, в основном преобладали байеров. Но открытый интерес не вырос, то есть открытых позиций больше не стало и участников не прибавилось. В общем, вот такая картина по открытому интересу, в общем, по дням выглядит она так. Так, фиксация идет в основном и, скорее всего, эта фиксация как раз отобразилась в виде дельты на покупку. Вот это движение с 119-й шагнули за минимум контракта, который был установлен еще в начале, в конце, вернее, 2016-го года. И 4 сессии идут так, немножко на повышенном объеме, но в позиции новых не прибавилось. Так, ликвидка, 700 тысяч оборотов и 800 было вчера, 700 было 28-го числа. В общем, по дельте идут в основном селлеры. Фиксация и это тоже, скорее всего, фиксация. Давайте на классер профайле заглянем на активность эту, посмотрим. Так, последний прирост открытого интереса был 28-го и 1-го числа, а потом только фиксация. Значит, из уровней, если понедельник будет хорошо поддерживать выше 109-500, 109-850, в качестве поддержки возьмите этот уровень себе на заметку. Так, потом у нас идет локация 113-112-500. И еще вот такой промежуточный уровень, это 112-050. Вот здесь сопротивление тоже, пускай будет. Почти развернулась пятница. Если не ошибаюсь, неплохо отчитался Сбербанк, отчитывался на этой неделе. И Моэкс отчитывалась биржа по российскому рынку. Это из интересных новостей. Так, возьмем сейчас за текущий контракт. Уровни важные отметим. И Моэкс хуже прогнозов. Ну, я про Сберб только знаю. Моэкс, кстати, прогнозы это... Вот, посмотрите в отчетах относительно прошлого. Хуже, либо лучше, если у вас под рукой сейчас. Прогнозы это коварное сравнение, в общем. Прогнозировать можно все, что угодно. И неизвестно, кто прогнозирует. Так, базовое ядро 117-118. Возьмем как второе, либо расширенное 115-800. То есть, это плита, которая пригодится даже на следующий контракт. Потом у нас идет такая вот череда сопротивления. Выделим из важных каких массивов. 114-300 по 113-500. Ну, фактически, если на следующей неделе не восстановится индекс РТС, то можно считать, что контракт практически развернулся. То есть, реверс на контракте произошел. Базовый массив сформировали в начале контракта. Защитили как могли и потом ушли за минимум. Это очень печально. Так. Вот такие вот дела по РТС. Значит, рубль. Дельту, обратите внимание. До этого была топовая 162, вернее, 161 тонна за день. И по продажам 255. Это вот это второе. Ну и второе. Так что, возьмите во внимание. 465 тонн. Также, ликвидность только набирала обороты на этой неделе. Как видите, с каждым днем все больше и больше. Видимо, прошла какая-то информация, либо события. И набирает, и набирает, и набирает. Вчера был ликвид 3,5 миллиона. Сейчас мы посмотрим на споте, как ситуация. В общем, для рубля вот этот коридор за последние 2-3 недели. Основной такой ориентир. Значит, дельту мы отметили. И открытый интерес. Открытый интерес. Первого числа вот немножко открывали позиции. Как раз там и была у нас дельта крупная. А нет, сори. Тут буквально соседняя сессия. Там, где почти полмиллиона дельта. Ну вот, открытый интерес, там буквально разница 50 тонн, да, как раз. Могли выйти вполне на этих шортах, которые были, могли зафиксить. Аспирация скоро, почему и нет. В общем, зона стоимости контракта 59,800 по 60,64. Это ядро контракта, фактически такой коридор основной. Даже если будет корректироваться, желательно, чтобы не выше 59,500, 59,700. Пока у байеров тяжело идет процесс, но если присмотреться к торговым сессиям, такое ощущение, как будто какая-то плановая торговля идет. Видите, прямо одинаковая по высоте. Единственное, что разница ликвидности у них так, в принципе, прямо под линеечку. Давайте посмотрим на классерпл файл. Так, что у нас тут... В общем, вот эта сессия. Выделим вот этот уровень. Обязательно возьмите его на заметочку. Так, потом вот этот локейшн. 57,780. 57,720. И... Давайте посмотрим. Надо белый поставить. Сейчас, секундочку. Итак, крупные паски беды. 126, вот. Потом 90, вот здесь. 93. Где еще? 60 тонн. Ну и 58, 840, 66 тысяч по АСКу прошло. Вот так, потом, 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 117. 122. 87. 126. Уже говорил. Ну, ну, вот, в общем, отметил самые такие мощные. Ну, больше там, в принципе, свыше 60 тонн. Нет. Так. Крум-курум-курум-курум. Это по вот этим последним сессиям, которые были... Ну, сегодня уже 137 дельта на шорт. Смотрим спот. Вот эти сессии с повышенной дельтой. На споте 2-го числа было 632... 632 тысяч дельта. Так. И 1-го числа была даже практически нулевая и ближе к отрицательной. Сегодня 228 тонн по споту. Базовый такой коридорчик, который стоит мониторить. Это 58,1 по 57,7. Пока этот массив толкнул цену чуть выше. Посмотрим по объему, что там у нас ровно абсолютно. Что по рублю. Там идут одинаковые по волатильности сессии. И единственное, что ликвидность там разная. Здесь ликвидность прям по линейку. Похоже, что какая-то плановая активность идет. И вот этот еще коридорчик отметим. Как возможен уровень сопротивления. 58,7, 58,9. За квартал, за мартовский контракт, ядро очень-очень рядом. Очень. 59,1 по 59,5. Тут сосредоточено достаточно много ликвидности. 57,35 это уровень поддержки, который был сформирован еще в середине февраля. Вот так вот, отметили. Ну, в общем, пока вот 58,50, 59,49. Если смогут, то толкнут на пробитие вот этого коридора с Эллера. Ну, в общем, смотрите за 57,7, 58,1. Достаточно там как-то подозрительно ведет себя рубль. И очень-очень интересно. Возможно, процентную ставку поменяют в еврозоне. И это уже известно кому-то. И начинают уже какие-то размещения совершать. Так, что там у нас, 53,55. Евро. Ликвидность ровненькая, без аномальных всплесков. Открытый интерес. Набирали позиции до первого числа. Потом началась повальная фиксация. Ну, не критично. С 413 тысяч упали пока на 406. Судя по всему, в 1,05 решили сделать поддержкой. Такой ценовой уровень. И дельта. Открытие было еще вот первого числа. Второе, третье дельта на стороне Байера. Похоже, фиксируют шорты. Вот. И осталось теперь дождаться четверга. Так. Ядро. 0,578 по 0,632. Коридор. 8,5 почти дельта на покупку была. И если 3 сессии идет на таком обороте по дельте, то, скорее всего, это не для того, чтобы развернуть рынок. Ну, сколько я знаю, так не разворачивают котировку. Наоборот, объема было бы больше и открытый интерес прям зашкаливал бы, но не фиксация. То есть, там реально фиксируют шорты. Вот. Михаил помогает фундаментальной информацией по валютному рынку. В общем, не поменять процентную ставку, сказал Миша. И Меркель ему звонила, и все. Все они решили. Так. В общем-то, по коллассер профайл. Давайте посмотрим, какие там коридоры были загружены агрессорами. Вот так выглядит эта неделя. Возьмем на заметочку вот эти уровни. Даже мы их объединим. Как раз по вот этим ценам почему-то охотно начинают работать байеры. 0.515 0.53 А вот целеры больше склоняются работать в этом коридоре. 0.57 0.59 Так, пока вот две сессии не могут его преодолеть. И еще возьмем на заметку вот этот коридор 6.15 Это уже макушка недели. и поддержка базируется в районе 0.515 0.530 Стоит также взять во внимание вот эти уровни. Тут три дня фактически работали покупатели. Пока у них ситуация позитивная. Ну, посмотрим, как закроется пятница. Так, это на 7-минутном таймике. В принципе, тут мы уже все отметили. ой, хорошо, что вы напомнили. Я совсем забыл про открытый интерес физики, юрики. Сейчас я запишу физики. Почаще вы приходили на Wall Street Online? Раньше бы напомнили. Я забыл совсем. Так, подниму вопрос этот фунт. Хорошо, да. Я сам понимаю, что это надо очень не помешает бы такую информацию мониторить. Так, ликвидность по фунту вернее активности ликвидность в том числе падает. Вот, чем ближе к пятнице собственно у всех, видимо предпраздничное настроение. Но ликвидность, в общем, не аномальная. Топ по ликвидности был 1-го числа и там, судя по всему, была и дельта, наверное. А, нет, вот. Смотрите, какая дельта у нас по фунту. Сейчас мы склейка отключим и у нас идет по 10, 9 и 4 тысячи всю неделю. С 27-го числа дельта на стороне байера. Смотрим открытый интерес и открывают позиции все эти сессии были на открытии сделок. Так что не кажется вам ли это подозрительным перед процентной ставкой в четверг по евросеттеру. Зона стоимости 243-253 поддержка еще в ближайшие 219 и 216 и 216. Понятно. Ну, спасибо, что подсказали. Так, так, так. На классы Profile. Так, и тут прям забросали все покупками. Выделяем этот коридор без сомнений. 227 по 232 тут прям напрашивается выделить уровень. 254 сопротивления у нас тут агрессоры были. И еще такой нижний уровень отметим 223 на стороне байера. По 224. Цена, правда, не особо не особо спасли ситуацию. Она так и осталась практически на минимуме недели. Но посмотрим, как откроется на следующей неделе фунтец. Так. Три распозиции и дельта. Все правильно. Все на покупках. Так, давайте заглянем в канадский. Канадский тоже здесь прям с 26-го числа дельта была на стороне байера. Вот с 28-го она прям ощутимо. Возможно, либо сбрасывают, но по открытому интересу нельзя сказать. Было две сессии на прирост. Не особо большой, конечно. Так, по мелочи немножко туда-обратно. Но прям аномального прироста открытых позиций не наблюдается. Я вообще в сомнениях, что это за выступление у Елен в пятницу вечером. Ну, у нас вечер там обычно в четверг, в среду любят поговорить, а так перед выходными. Да, почему в пятницу? Непонятно. Она обычно в пятницу уже... В общем, вот такая вот активность. Скорее всего, сбрасывают шорты, которые сформировали с 76-й по... Ну, старый контракт передают в руки молодым и те, несомненно, их подбирают. и, в общем, поэтому открытый интерес особо и не меняется. В общем, перед процентной ставкой возможно поэтому и сбрасывают. Пробили контрольную точку 747 и вот остался еще массивчик на 738. Последний его, если пробьют, то уже с покупками точно нужно будет повременить. Платформа такая серьезная. Фактически весь процентов 70 контрактов мучили в районе 76-76-60 и это прискорбно. аномальных выбросов не особо много. Прямо уж так, чтобы гу-гу-гу-гу-гу. Так, франк и нефть. Так, по франку вчера и сегодня открыли позиции немножко. вот было около 45 тысяч. Вот немножко они открылись. И открыли тут даже какие-то покупки. И это уже дельта стоит вторую неделю, кстати. Вот начали они и тут. Вот эти две сессии обе, причем на повышенном интересе со стороны вайров. Вот эти смотрим на клад SuperFile. Угу. Так, и да, и там тоже открывали позицию. И тут тоже открыли малость. Берем на заметку 988 и по 99 тут орудует группировка покупателей. На удивление цена стоит именно на этом уровне и это не самое хорошее завершение недели. посмотрим. Так, пом-пром-пом-пом. Еще более-менее франк держится тут бесспорно. Давайте объем посмотрим. Объем не смотрелет. Так, немножко взбодрились около 25-24 тысяч и 13 сегодня, вчера 19. Ну, лучше, чем предыдущие три недели. Чуть-чуть еще ликитка выросла, но настораживает вот это движение к отметке 1. Это сброс, похоже, перед шортами. Ладно, посмотрим. Есть уровни поддержки, нов и сопротивление тут само собой в районе 1. Бренд. Сейчас будем смотреть бренд. в районе 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. на класс профайл. Майский, похоже, на автомате пришла платформа на майский. Коридор основных объемов у нас 56 по 56,6. Это вот зона стоимости за эти две недели. Включаем склейку. тут у нас второе и третье немножко сбросили позиции, сегодня. Тут получается 562 отметка, а сегодня уже 541. Скинули немножко сделочек и скинули шорты. Когда? Как раз на 2000. Так, включаем склейку. ликвидность и потом LightSeek Cruel посмотрим. 200, 200 у нас 28 и 200 тонн второго исла. Как раз такие мощные. скинули. Так, по селлером у нас в основном макушке здесь по дисбалансу и вот этот левел видите и 56 сопротивление 5570 по 56 тут такие два уровня пока вот единственная активность байеров которые сегодня показали 55 и 6 вот так вот плотненький коридор у байеров даже чуть выше надо взять вот за последнее время ну на этом новом майском контракте плотненько коридор взяли и почти 900 контрактов дельта на 54 95 да уже тут маленькие объемы отлично так сель золото в самом после последнее смотрим индекс доллара можем заглянуть до в кластере по инструментам семье я смотрю и так и так смотря какой таймфрейм вы имейте ввиду отдельно анализировать чисто американскую сессию эта идея хорошая я именно так и делаю но в любом случае на контакте кластере смотрю в общем распределение ликвидности так как рынок нон-стоп и там могут легко по целый день размещать крупные объемы что такое бывает иногда очень крупный объем на евро сессии может пройти прям не верится своим глазам вот ставите до отдельно американскую можете смотреть график и не забудьте включить режим time interval так здесь отличное распределение дельты как видите по 54 в основном агрессор на покупку выше 54 55 в основном агрессор на так смотрим открытый интерес тут судя по всему идет в основном фиксация и только сегодня чуть там кто-то что-то прикупил так не открыл да вот она это коварная покупка но не особо на этом и ликвидная так вон по 22 тонны набрасывают вот здесь берем на заметочку на сельке по 53 9 давайте поставим давайте поставим прикалывается так вот у нас сопротивление еще 12 тонн так потом пока вот сессия не пробила как раз коридорчик и смотрим объем какой там варьирует до полмиллиона вчера оборот да по сравнении с прошлой неделе намного выросла ликвидность и сегодня очень слабенько кстати в основном идут тунг-тунг ну вот как по крайней мере начала падать дельта если по агрессору смотреть даже без агрессора тут 20 тонн в общем кто-то очень 52 и 6 можете даже ценовой лерт поставить на всякий случай вдруг все-таки по смею туда толкнуть цену а сегодня по пятнице в принципе даже были какие-то покупатели вот тут у нас ну мы этот уровень отметили это просто на 15 минутном таймфрейме распределение обратите внимание на вот дельта включая дельту и топовая дельта вот здесь вот все 26 5 тонн самом минимуме так это у нас нужно найти где она прошла интересно здесь скорее всего до 1000 1000 две с половиной две с половиной за 30 минут набросали немало объемчиков чемпионат так 4500 так 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 то есть поддержка которую могут ещё попробовать удержать это вот с пятницы уровни 10.45 это по nymex и вот еще активность ну и самые ликвидные участки это получились потом плотное скопление вот тут прям кишит агрессор на продажу коридор и вот у нас получается тоже интересный там порядка две с половиной и тут 200 ядро недели по этому всему их даже несколько этих ядер значит по сопротивлению поддержки зафиксировали и тут массивность достаточно хорошая была вот и и и по ним и тем же ценам два дня вот тут байера активировались и тут же активировались сегодня это нужно отметить шампанское в студию так и индекс доллара сейчас закроем интродейт иногда нужно посмотреть что там сессии происходило на самом деле так как общая информация за день всю картину то не откроет может там дельта вся ушла на закрытие биржи там все скинули и по сути весь день была хорошая дельта на покупку а все скинули допустим продажи ну дельта на закрытие было в основном из-за фиксации интердейчиков так и вот у нас индекс бакса за матовский контракт такси трюк чтобы настройки были все хорошо так тут по агрессорам сразу видно 100 . 2 и 3 девятки берем на вооружение потом уровень вот здесь 99 и 6 прям как видите несколько дней подряд одну ту же цену бомбили и даже отработали 99 и 6 потом тут тоже недельку размещали интересное тут тоже массив ну в общем уровень точно нужно зафиксировать и себе отметить так потом у нас текущая неделя первого даже что-то пытались купить и сегодня пока сбросили эти покупки наверно сейчас посмотрим открытый диэс до открывает позиции вот 69 то он ушли на 72 были даже на 68 позиции открыли и открыли в основном вот прирост был на байрах сегодня зафиксили скорее всего частично ну в общем вот так вот ликвидность у нас опять же на первое число пришлось там открывали позиции открывали покупки эти уровни мы отмечаем вот они 101 из 6 и и 101 и 3 сопротивление у нас по 102 и 4 вот тут прям целый блокпост такой мощный ну и все внимание на вот этот уровень поддержки тут топовая ликвидность за неделю да и принципе немаленькая за весь контракт и открытый интерес там вырос и дельта на покупку в общем все в одном вроде сходится так контракт у нас позади мы практически мы прошли уже это 100.5 по 101.5 такой реверсивный получился контракте ус пока выше этого коридора 100.5 101.5 как площадка берите во внимание так 102.5 102 уровень сопротивления золото но вот Так, немножко видно прирост был вот 28-го от первого и второго почти по 250 тонн в среднем оборот. Открытый интерес, но плохо. Вот у нас прирост был до 96-ти и потом упали прям так глобально до 267-ми. Ну, серьезно просели. Так, ядро 13.39. Странным образом происходит достаточно. На рынках какой-то вообще происходит раскорреляция абсолютная. 225.5 по 227 с копейками. Там вот этот уровень поддержки пока пришли сюда. Фиксация была на шортах, как видите. В основном скидывают. Особенно было это видно вчера. Сбрасываю позиции и у нас нужно взять на заметочку. Так, 12.5. Тут какая-то аномальная ликвидность была брошена на произвол судьбы. И сопротивление 12.59 по 12.54. Здесь порядка четырех сессий. Сформировали стартовую площадку для шортов. Идут на шорт уже пять дней подряд. Да, раз, два, три, четыре, пять. Пять дней без какой-либо вообще коррекции, либо даже флетовой формации. Странным образом все произошло после 28-го числа. На всех рынках какой-то аномальный процесс пошел. Так что вот так вот на золоте происходит сдвиг по дельте 12 тонн 28-го числа и 11 тонн 2-го. Как видите, самая ликвидная сессия. Ставьте коридор. И вот такая картина. По рынку труда, ну, я уверен, что знают, конечно. Есть некоторые данные, которые, в принципе, можно и самостоятельно рассчитать. Но это нужно этим заниматься. Вот. Так что что-то должно произойти на следующей неделе. Возможно, весна пришла, потеплело, солнце вышло. Вот и начинается на рынках разноплановое движение. В общем, вот так вот. Спасибо, что пришли. На сегодня все. Елен вещает. Вот нам подсказывает Миша. Встретимся на следующий вот онлайн. Будем подбивать итоги уже за зимний мартовский суровый контракт. И готовиться к Ининскому. Всего наилучшего. Запись будет на канале YouTube. Хороших выходных. И до встречи. До свидания. Пока.